Я вас приветствую в студии Евгения Агаркова. В Украине проходят досрочные парламентские выборы. Явка по состоянию на 12 часов, по данным Центра избиркома, составила более 19%. Половина депутатов Верховной Рады избирается по спискам политических партий, половина по одномандатным округам. Итак, кроме того, по состоянию на 13.00 по Киеву полицейские зарегистрировали более 800 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Наибольшее количество связано с незаконной агитацией. О дне голосования и событиях ему предшествовавших, говорим с политическим аналитиком, основателем социологической компании Active Group, Андрей Еременко у нас в студии. Андрей, я вас приветствую. Итак, 19.2 где-то приблизительная цифра, но это цифра по состоянию на 12 часов. Я думаю, что вот приблизительно в это время будут какие-то первые обновления, но все же, как бы вы прокомментировали эту явку, учитывая тот факт, например, что процедура по смене места голосования перед этими уже, перед парламентскими выборами, она была упрощена. То есть не нужны были какие-то дополнительные документы, там, например, которые обосновывали причину смены места голосования. Ну, смотрите, два разных вопроса. Первый вопрос про явку. Значит, явка аналогична явке на второй тур президентских выборов. Тогда подсчитывали явку по состоянию на 11 часов и было там 18 с копейками. Сейчас посчитали на 12 часов, получилась явка 19 с копейками. То есть, в принципе, да, она чуть-чуть ниже, там, если по часам разбить, то она получится чуть-чуть ниже. Но, в принципе, она не радикально ниже. То есть, если там была явка 62-63, то тут, думаю, явка где-то до 50 процентов, я надеюсь, что дотянет, потому что чем выше явка, тем меньше шансов для всяких манипуляций и для игры в истории на низкой явке. То есть, грубо говоря, если у какой-то партии есть каким-то образом гарантированный приход там 5 процентов сторонников, неважно, то ли это вот как бы верующие в неё, вот что они там сделают, там нам завтра устроят мир, там устроят космический полёт на Луну или что угодно, неважно, верят в обещания, они дойдут организованно, то 5 процентов сторонников таких превращаются в 10 процентов голосов на явке в 50 процентов. Поэтому, чем выше явка, тем меньше шансов для такого рода махинаций, манипуляций и проходов малых, но очень мотивированных групп. А как считаете, почему, вот если, да, вы упомянули о том, что всё-таки, ну, вы прогнозируете, по крайней мере, явку более низкую, чем на президентских выборах, с чем это может быть связано? Ну, кроме того, что это лето, да, может быть, ещё политическая усталость такая у народа, эффект такой? Ну, смотрите, мотивирует идти голосовать борьба с добра со злом. И вот вся прошлая кампания президентская, она вообще-то играла на вопросе добра со злом. Вот там был тогда действующий президент Порошенко, который говорил, либо я, либо Путин, и дальше там были эти ворды, где там вот Порошенко с Путиным сфотографировался, ну, в смысле, в кавычках сфотографировался. Там потом ещё и дорисовали много фотошап на эту тему. То есть были вот такие, там вот оппозиционеры добра со злом. Соответственно, была другая, которая считала Порошенко страшным злом, которые, в общем-то, мотивированы прийти, чтобы вот, наконец-то, убрать все эти бороды, по типу, зробь ему их. А сейчас вот и пытаются повторить второй раз эту же историю. И вот эта вот борьба добра со злом, она, в общем, сильно мотивирует прийти. А сейчас, получается, во-первых, нету концентрированной борьбы добра со злом. Вот нету её. То есть даже если мы посмотрим в любую там электоральную такую вот нишу, мы можем посмотреть на то, что в этой нише есть несколько предложений. То есть вот хотите вы там что-то вот карнавальное такое весёленькое, да, пожалуйста, вот там как минимум две партии, которые идут, вот, грубо говоря, партии артистов. Хотите вот посмотреть вот такой очень такой практически националистический такой вектор, да, без проблем, вот вам две партии. Как минимум две. Там это только из тех, которые вы условно проходном в списке, две-три. Хотите партии силовиков, да, вот вам, пожалуйста, вот одна партия, вот вторая партия, тоже две. Хотите что-то пророссийское, и тут вам на те две партии. То есть и вот тут везде вот этот вот выбор, он как бы с одной стороны, он даёт, это на самом деле больше, в общем, в этом есть суть демократии, когда есть выбор. То есть вот вам, пожалуйста, вот совсем-совсем пророссийские, которые там на поклон в Кремль ездят. И, в общем-то, с пророссийской риторикой, ну, как бы вот они не совсем, они в Кремль на поклон есть, вообще у Кремля под санкциями. Ну, то есть вот из этого можно выбирать. И это как-то немножко расхолаживает. Плюс к тому есть понимание, те, кто тогда ходили совершать такой подвиг, вот поднять свою пятую точку от кресла, прийти и такой вот подвиг сделать, это одна история. Вот сейчас таких подвигов уже делать как бы и не надо, потому что ну а что, вот все уже, вот абсолютное зло, которое тогда считали Порошенко для этих людей. Я не говорю, что Порошенко, это не без моей оценки, это просто вот что мотивирует людей идти. Они абсолютно, вот то считали абсолютным взлом, вот убрали, а сейчас как бы уже как разберутся, уже не принципиает. Плюс очень сложно голосовать за абстрактные понятия, потому что когда мы выбираем президента, четко, понятно, вот конкретно Иван Иванович условный, который мы знаем, вот есть Зеленский, он понятен как-то, вот есть Тимошенко, она понятна, есть Порошенко, он понятен, понятно, за кого голосовать. А что такое партия? Это как бы, она вроде бы как важнее, но у нас в голове до сих пор, в головах у людей до сих пор есть понимание, что президент, он руководит всеми. То есть, что, как это так, а что президент поставил таких мэров? Это вопрос, который на фокус-группах можно услышать. И вообще-то объяснить то, что, ну, ребят, мэра вам поставил не президента, вы сами избрали, иногда, ну, в принципе, нереально. То есть, соответственно, опять-таки считается верховная. А Рада, ну, непонятно кто, какие-то странные люди, их там много, вообще какие-то дармоеды там сидят, ну, опять-таки, с позиции многих людей. Кто, по сути, в этом виноват? Вот, да, в том, что люди не осознают всю важность и роль Верховной Рады вообще в законодательстве, ну, в этой структуре, да, власти Украины. А это, в принципе, люди-то не думают об этом. Люди думают о том, как им там заработать, как там детей там устроить в школу, в институт, как там куда-то поехать на отдых. В конце концов, как плиточкой у себя заложить дорожку в огороде. То есть, люди думают о каких-то таких вещах. И когда их сверху начинают грузить большими, сложными, тяжелыми материями, им в этом тяжело разобраться, думать вообще. Про президента думать проще, их там немного. Потому что, ну, выборы у нас президента были. Там было более-менее, как это было, ну, 4 штуки. Ну, то есть, вот так. Давайте перейдем немножко в другое направление и пойдем с вами. Какие тренды предвыборной кампании, вот в данном случае, вы для себя отметили? Что вам больше всего запомнилось? Деолигархизация. Причем явное везде, явно заметное. А во всех списках, в мажоритарных округах очень много ребят, которые либо независимы от олигарха вообще, либо независимы от топ-олигарха. То есть, просто не так давно у нас был господин Чечетов, который главным семафором называли. Он делал вот такой или вот такой жест. И весь парламент правильно голосовал. То есть, почему? Потому что было 2-3 олигарха, которые вместе с вами посидели, договорились, как будет голосовать весь парламент. А вот сейчас, потом произошел виток такой небольшой делигархизации. И сейчас, когда мы видим значимый законопроект, вот в уходящей ради, мы видим там тысячи поправок, мы видим там сложное обсуждение, мы видим там десятки голосований и переголосований. То есть, вот они все проходят на сложных договоренностях. То есть, это вот гениальное изобретение еще спикера Гройсмана, сигнальное голосование. Вот эти все вещи были. Сейчас людей, которые зависимы от топ-олигархов, стало еще меньше. Сейчас проходят люди, которые зависимы от локального олигарха, который вот, вот он знает, вот он там, например, крупный фермер, там крупный какой-то землепользователь. Или, например, от местного небольшого производства, от местного бизнеса. Это вот человек, который наладил связь с каким-то местным мэром. То есть, это уже представители более-менее локальных элит. Проходят целые вот просто пачки людей, которые выходят из общественных организаций. Их и на прошлых выборах немножко прошло. На этих выборах их много. То есть, они проходят от разных партий. И это принципиально меняет ландшафт. Потом приходят люди, у которых в принципе... Вот сейчас вот кандидаты, при этом масса. Понятно, делают эти кандидаты. Кто-то пройдет, кто-то не пройдет. Это выборы покажут. Но не называя названий, вот когда просто приходят люди, и это люди другого стиля. То есть, у этих людей, в принципе, в качестве... Опять-таки, это масса. Тут, понимаете, есть разные среди кандидатов. Но процент людей, у которых в качестве понятия круто, не вот этот вот пшенка-стайл, а круто какие-то личные достижения, там вот показать, там книжку выпустить, там чего-то проведить, какой-то законопроект, там чего-то еще сделать. Вот для них круто ту, вот ту, что не то, какие у тебя есть вещи, а что ты себя представляешь сам, или впечатления, которые ты набираешь. Но, по-моему, сейчас такие избиратели, так они и голосуют, они пытаются, то есть, они смотрят, да, что у него есть, но при этом выбирают тех, у кого тот, кто что-то представляет. То есть, экспертом в любой области, он, по сути, является. Да, 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 это принципиальная смена вообще, то есть, у нас где-то, вот в процессе Майдана стало очевидно, что у нас произошла смена поколений, что вот эта вот пшенка-стайл уже не круто. Это стало понятно для, вот во время Майдана, это стало окончательно понятно. Но политическая система, она по определению инертна, и теперь вот это вот понимание дошло до политикума. И теперь у нас в Раде будет масса людей, которые будут гордиться не тем, что у них там 20 золотых часов, а тем, что они были в 20 африканских странах. Каким вы вообще видите этот парламент? Потому что, знаете, мы вот приблизительно, судя оценивая списки партий разных, мы видим много неопытных людей, да, и вот такое ощущение складывается, что может быть такая определенная каша и дисконнект какой-то между партиями и между вообще сопартийцами. Ну, парламент будет веселым, это точно. Он будет крайне интересным. Особенно будет крайне интересным где-то через год после выборов. Дело в том, что сейчас придут вот эти вот молодые, неопытные зеленые. Они пока еще не знают, куда они попали. Они придут, они дисциплинированно вступят в соответствующие там фракции, там пройдет голос, вступят там фракцию голосом, слуга народа, фракция слуга народа. Пройдут вот все вот эти там греценки, смешки и так далее, ну, мы же не знаем, как люди проголосуют. Они вступят туда. Да, то есть да. После того, и где-то какое-то время, они там, им надо будет какое-то время для того, чтобы определиться. За это время они будут более дисциплинированно голосовать, более-менее понимать, куда они попали, советоваться, находить эти самые контакты. Перебежки вы видите в первые какие-то сроки? Перебежки, ну, какие-то будут, будут скорее консолидации. Когда люди будут с депутатами, в принципе, хотят быть в коалиции, оно как бы всегда приятнее, потому что когда ты в коалиции, ты там и с Кабмином легче договариваешься о своем округе, и законы тебе легче свои продвинуть, которые ты хочешь, ну, ты всегда в коалиции быть комфортнее. Поэтому, да, конечно, народ будет стекаться как-то в коалицию на первых порах. А потом выяснится где-то через полгода, что у них, а когда они, больше через год, они разберутся, где входы-выходы, где раздают чемоданы, с какими документами, где их принимают, те же самые чемоданы, в принципе, с теми же документами, но за другое. И они разберутся, что у них, они поймут, что у них есть разные интересы, они эти интересы по-иному сформулируют. В конце концов, они ощутят вот это само-самое ощущение власти, потому что сам по себе власть меняет людей. И тогда, а вот они начнут расползаться, кто в лесу подорван. В этот момент, вот именно в этот момент, который придет где-то через полгода, через год, я думаю, что все-таки бюджет они примут еще дисциплинированно, хотя уже сомневаюсь. Но вот уже к следующему году, к следующей весне, они практически наверняка начнется внутренний парламентский крест, потому что этих ребят попробуют призвать к порядку, ну или наоборот, призвать к беспорядку, неважно, к чему-нибудь призвать. Важно то, что они не призовутся, и начнется серьезный конфликт, который, по идее, должен бы решиться по результатам местных выборов. Если местные выборы пройдут вовремя, то есть, я их не буду там переносить, потому что сейчас постоянно слухи ходят, а давайте они пройдут осенью, а давайте они пройдут весной, а давайте вот прям вот на следующий день после парламентских, такие вот, очень много таких слухов сейчас муссируются, но если выборы пройдут тогда, когда положено, тогда эти выборы, получается, придут на пик парламентского кризиса, и фактически по результатам этих выборов и будет решен парламентский кризис. Вот это будет, и это будет интересно. Давайте поговорим о популизме, потому что он нынче все-таки был в тренде перед президентскими выборами. Как считаете, было ли перетекание популизма на парламентских выборах вот сейчас, и как народ в данном случае воспринимает этот популизм? Ну, смотрите, популизм вообще, популизм это политик, который мне не нравится. То есть, когда я вижу политик, который мне не нравится, и он говорит чего-то, то я вижу, что он там ведет политическую работу. Когда я вижу политик, который мне не нравится, и он там что-то обещает, я вижу законченного популиста, который говорит нереальные вещи. Поэтому, обменяемое определение популизма, вот такого вот словарного, оно как бы есть в словаре, но если начать его натягивать на политика, на любого, то может идти на любого политика. И при этом любой политик, можно сказать, почему не подходит к этому определению. Ну, просто потому что само определение достаточно размыто. А что касается вот самой по себе темы давать обязательства, которые всем нравятся, но которые ты никогда не исполнишь. Это было красиво, это было много, это было прекрасно в президентской кампании, когда все кандидаты в президенты без исключения обещали то, на что они не имеют полномочий. Ну, в принципе. То есть, или не имеют технических возможностей. Ну, грубо говоря, вот очень много мажоритарщики обещали, знаете, таких обещаний, на которые, по сути, они не имеют полномочий, но в частности, да, вот они проводили там собрание в каждом из районов, я тоже наблюдал эту картину, и они обещали там построить детские площадки, закрыть мусоросжигательные заводы, там очистить территорию. То есть, по сути, ну, вот люди до сих пор думают, что депутат им должен что-то дать материальное. Ну, смотрите, ну, а зачем мне там депутат, если он мне ничего не дает? Какой у меня от него толк? Пивыка примерно такая. Но на самом деле депутата там воспринимают, то есть, если я от своего округа выбираю депутата, то он представляет мои интересы. А мои интересы – это вот то, на что я способен себе помыслить. Что у меня в голове есть? Если я в голове способен сформировать концепцию, что мне надо тот детский сад, площадки и так далее, я эти требования выскажу депутату. И меня не волнует, как он их будет реализовать. Если у меня в голове есть концепция о том, что нужно там менять направление страны, менять там налоговую систему, там внешнюю политику, внутреннюю политику и так далее, то я буду эти требования выставлять к кандидату. И он будет мне это обещать. Хуже всего, когда они начинают это реализовать. Потом на практике, когда кандидат оказывается депутатом, и он пытается выполнить свои обещания, возникает момент, что у него нет денег, потому что оказывается, что это стоит сотни тысяч или даже миллионы. То, что он там обещал сделать. Надо делать хотя бы частично. Он начинает искать где-то эти деньги. А дальше уже возникают нюансы. Иногда прямо и коррупционные схемы. Чаще истории по типу он идет в Кабмин и начинает, вот вы понимаете, у вас там есть программа ремонта дорог, а вот давайте вы дорогу отремонтируете в моем округе раньше, чем у соседа. Начинаются вот эти вот игры. Кабмин говорит, ну да, конечно, вот видите, у нас от Кабмина есть законопроект, и же ж надо поддержать. И начинаются вот эти вот игры. В результате, с одной стороны, депутат выполняет свои предвыборные обещания. Его туда ради этого послали, ради этих там дорог, лавочек, площадок и прочего. Там детских садиков, поликлиники и так далее. То есть он выполняет свои обещания, а с другой стороны, он голосует за некоторые законы, но, в общем-то, не всегда их сильно читая. Но, тем не менее, опять-таки, как избиратель, его ради этого послал, и он формально, и формально претензий нет, потому что он делает ровно то, что обещал для избирателя. Претензия есть тогда, когда он голосует, не сильно читая, а с избирателями не делится. Вот тогда претензия. А в том режиме, в котором сейчас, ну да, такая политическая система создает вот такую историю. А с другой стороны, когда мы делаем списочников, ну, у нас же были чисто пропорциональные системы, мы видели, как это проследило всем по-другому. Тогда, как бы, лидеры партии брали монополию на СМИ. Ну, каждый кусочек своей монополии на СМИ брал. То есть какие-то свои каналы, какие-то свои газеты, какие-то свои системные пиар-службы и так далее. Они тогда уже это научились делать. И дальше, решение депутата или нет, зависит от того, сколько денег ты донесешь главе соответствующей фракции. Это тоже не прошло. Сейчас вот приняли новую реформу, избирательный кодекс. Он сложен. Он реально очень сложен. Я не представляю, как по нему будут голосовать, и сколько понадобится времени, силы, ресурсы и прочее, объяснить избирателям, какие цифры от них куда-то требуют, вписывать, и как вообще с этим работать. Объяснить кандидатам, как с этим работать, будет еще сложнее. Но, тем не менее, это вот приняли такой полунический вариант, который как бы и партийность оставит, и, тем не менее, кандидатов от земли не оторвет. То есть это дает какой-то шанс, но проблема в том, что он очень сложен. Андрей, я вас благодарю за то, что пришли к нам сегодня на прямой эфир. Я напомню, что гостем нашей программы был аналитик и основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко. Я Евгений Огарков. Прощаюсь с вами. До встречи уже через несколько часов. Оставайтесь с UATV. Сегодня мы говорим о топ-теме. Это выборы в украинский парламент.